Лень присуща всем. Она ведет к деградации, как умственной, так и физической. И кроме вас никто вам не поможет. Физическая нагрузка. Когда человек ведет пассивный образ жизни, его тело постепенно наполняет жировые клетки. Мышцы атрофируются и организм дает сбой. Не ждите, пока у вас что-то заболит. Возьмите ситуацию под контроль и займитесь спортом. Самое простое это бег. Он действует на весь организм, доступен в любом месте и при любой погоде. Начинайте с малого, постепенно увеличивая нагрузку с минуты до получаса и более. Выбирайте свой ритм. Не обязательно бегать каждый день. Раз в два дня достаточно. Ставьте цели и бегите к ним. Не важно, сколько вам лет. Главное, насколько вы себя ощущаете. А чтобы чувствовать себя отлично, нужно уделять время физическим упражнениям. Это делать никогда не поздно. В книге рекордов Гиннесса есть очень интересные спортивные достижения, которые могут вас вдохновить. 90-летний спортсмен перепрыгнул планку на высоте 218 сантиметров. Самый пожилой прыгун в шестом в мире – 90-летний американец. Самый пожилой инструктор йоги – 93-летняя американка. А 104-летняя женщина прыгнула с парашютом. Вот с кого надо брать пример. На самом деле творчество – это любое занятие, где присутствует выбор, и мы делаем что-то новое. Малейшие изменения рецепта хозяйки, маршрута движения, порядка дня – все это творчество. Отгадывайте загадки, решайте задачи, кроссворды, учите языки. Если мозг не использовать, он атрофируется, точно так же, как и мышцы. Нужно работать над собой, стремиться к развитию. Творите, используйте время и пространство для созидания. Открывайте новые грани, занимайтесь тем, что вам нравится. Пишите стихи, поите, рисуйте, танцуйте. Когда вы живете в гармонии с собой, вы находитесь в гармонии со всем миром. Составьте список прямо сейчас. Распишите каждую мечту, станьте маяком для близких, вдохновляйтесь и вдохновляйте других. Субтитры создавал DimaTorzok